МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Главной темой нашего сегодняшнего разговора будет относительно молодое заболевание, которое за 30 лет официального признания каких только мрачных титулов не удостоилось. Это и чума 20 века, и грозная тень человечества, и чумная смерть. Разговор сегодня пойдет о ВИЧ-спит. Лекарства от этого заболевания еще не изобрели. Но с какой надеждой врачи смотрят в будущее? Ответы на эти и многие другие вопросы мы сегодня узнаем у нашего эксперта. А пока небольшая анатомическая справка. Некоторые ученые считают, что вирус ВИЧ был передан от обезьян к человеку примерно в 1926 году. Последние исследования показывают, что человек приобрел этот вирус в Западной Африке. До 1930-х годов вирус никак не проявлял себя. В 1959 году в Конго умер мужчина. Позднейшие исследования медиков, проанализировав его историю болезни, показали, что, возможно, это был первый зафиксированный в мире случай смерти от СПИДа. А сейчас самое время представить вам наших сегодняшних гостей. Сегодня о ВИЧ-инфекции мы будем говорить с врачом-инфекционистом, кандидатом медицинских наук, доцентом кафедры инфекционных болезней Гомельского государственного медицинского университета Еленой Ивановной Казарес. Здравствуйте, Елена Ивановна. Здравствуйте, Татьяна Николаевна. А помогать нам будут двое студентов Гомельского медицинского университета Анастасия Клюкович и Артем Гайдаш. Здравствуйте, ребята. Ребята, традиционно мы нашу передачу начинаем с первого вопроса для вас. Он уже готов. Внимание на экран. Последние несколько лет в новостях с завидной периодичностью появляются сообщения о скором создании лекарства от СПИДа, о новых захватывающих исследованиях и чудесных рассказах выживших. На самом деле, панацея пока не найдена, да и людей, полностью вылечившихся от этого заболевания, единицы. И все-таки такие примеры известны. И ваша задача эти примеры вспомнить. Ребята, вопрос для вас уже прозвучал. Вы можете пока искать ответ на него. А мы начнем наш разговор. Елена Ивановна, традиционно считают, что ВИЧ и СПИД – это одно и то же, ставят знак равенства между этими двумя понятиями. Но ведь с медицинской точки зрения это неверно. Давайте расставим здесь все точки над «и». Действительно, это понятия взаимосвязанные, но не идентичные. ВИЧ-инфекция – это инфекция, вызванная вирусом иммунодефицита человека. А СПИД – это синдром приобретенного иммунодефицита, который развивается как крайняя степень истощения иммунной системы под действием вируса иммунодефицита человека. И, конечно, если еще несколько десятков лет назад мы понимали, что рано или поздно пациент с ВИЧ-инфекцией столкнется со СПИДом, сейчас все абсолютно изменилось, появилась антиретровирусная терапия, и с правильным приемом антиретровирусной терапии человек застрахован от проявления этого синдрома. ВИЧ расшифровывается как вирус иммунодефицита человека. Сразу становится понятно, какая система является основной мишенью данного вируса. Но известно, что от времени попадания вируса в организм до развития клинического проявления заболевания уже СПИДа проходит длительное время, ну, в среднем 8 лет. Что же происходит с человеком за этот период времени? Когда человек сталкивается с вирусом, у большинства все-таки в начале проявляется так называемая острая стадия инфекции. Вирус сталкивается с иммунными клетками, они его транспортируют в лимфатические узлы, поэтому самые ранние проявления – это все-таки такое острое состояние с увеличением лимфатических узлов, с повышением температуры. Ну, может быть, и какая-то другая симптоматика. Ну, начинает работать наша защита, иммунная система, поэтому вот эта такая острая инфекция, она длится буквально несколько недель и исчезает. А дальше уже вот отсутствие симптоматики за счет того, что иммунная система борется, и клиники действительно никакой нету. Но вот этот промежуток, он очень важный, потому что именно этот промежуток, если диагноз устанавливается у пациента, и мы начинаем лечение, вот этот момент является очень таким хорошим прогностическим фактором для длительной полноценной жизни для данного пациента. Елена Ивановна, пожалуй, вирус иммунодефицита человека – это тот вирус, о котором знают очень много. Более 200 тысяч статей научных написано, проведено множество исследований и известны уже хорошо пути заражения вирусом иммунодефицита. Это и половой путь передачи, и переливание инфицированной крови, это и через зараженные иголки и шприцы, от мамы к ребенку во время родов, процессы кормления грудью в последующем. Но давайте мы сделаем с вами акцент на тех бытовых условиях, ситуациях, когда все-таки инфицироваться нельзя вирусом иммунодефицита человека. Вирусом ВИЧ нельзя заразиться при рукопожатии, при объятиях, при поцелуях, при пользовании общей посудой и постельным бельем. Невозможно заразиться при пользовании туалетной комнатой и одной ванной. Невозможно заразиться через насекомых. То есть вот те пути передачи, которые вы назвали, и этим, в принципе, и ограничиваются пути передачи ВИЧ-инфекции. В бытовых контактах, при чихании, при контакте с потом, со слезной жидкостью, заразиться, конечно же, нельзя. Если говорить применительно в Гомельской области и в целом к нашей стране, какие пути передачи ВИЧ-инфекции наиболее распространены? И изменилась ли ситуация за последние годы? Ну, наша Гомельская область столкнулась с ВИЧ-инфекцией в 96-м году, когда за достаточно короткое время было выявлено около тысячи пациентов. И в основном эти пациенты заражались через внутривенное использование наркотических веществ. Потом ситуация изменилась. Около 15 лет уже в Беларуси, в Гомельской области доминирует половой путь передачи. В плане вертикальных контактов заражения от мамы к ребенку, но Беларусь научилась работать с этими контактами. В 2016 году мы получили сертификат ВОЗ о ликвидации пути передачи от мамы к ребенку. Это одно из самых основных достижений республики в плане профилактики и борьбы с ВИЧ-инфекцией. ВИЧ-инфицирование – это в некотором смысле русская рулетка. Один человек становится ВИЧ-положительным, другой ВИЧ-отрицательным в одной и той же ситуации. От чего же это зависит? Ну, факторов очень много, которые влияют на это. Зависит и от человека, который передает вирус, и от того человека, который вирус получает. Ну, самое основное влияние, конечно, имеет тот человек, который вирус передает. И здесь очень-очень важна концентрация вируса у человека в крови, либо половых секретов. И если концентрация вируса высока, то, конечно, передача происходит достаточно часто и с высокой вероятностью. И вот здесь, а если низкая концентрация вируса, конечно, риск передачи крайне низкий. Ну, и последние достижения, все-таки научные, научные открытия последних лет говорят о том, что при успешной ретро-вирусной терапии, при отрицательной вирусной нагрузке, то есть это отрицательное количество ПЦР ниже порога обнаружения этой реакции, вирус не передается. То есть человек, который принимает терапию, успешно принимает, он ВИЧ-инфекцию при половых контактах не передает. Как зависит от человека, который принимает терапию, конечно, здесь тоже очень-очень много факторов. Это иммунная система человека, это генетические особенности. Мы знаем, что есть люди, которые изначально устойчивы к ВИЧ-инфекции. Таких людей не очень много, в мере от 2 до 5%. К сожалению, в Беларуси мы на нижней отметке, у нас 2% населения имеют некоторые мутации рецепторов, которые участвуют в присоединении вируса к клеткам иммунной системы. И за счет этого они не заражаются ВИЧ-инфекцией при половых контактах. Также влияет и состояние половой сферы у человека. То есть наличие сопутствующих инфекций, передающихся половым путем, конечно же, риск инфицирования увеличивает. У женщины влияет даже менструальный цикл. То есть во время амвуляции риск заражения ВИЧ-инфекцией будет выше. Елена Ивановна, я предлагаю сейчас выслушать ответы наших ребят на вопрос, который был поставлен им. И напоминаю вам, что это было о тех людях, которые все-таки вылечились от ВИЧ-инфекции. Ребята, кто будет отвечать на него? Настя, пожалуйста. В последние месяцы в новостях бывают сообщения о близком нахождении лекарства от СПИДа. История Тимоти Брауна особенно захватывающая. Он болел с СПИДом в течение 10 лет. После того, как врачи поставили ему диагноз лекемии, ему была произведена пересадка костного мозга полностью донорского, с мутацией, позволяющей бороться со СПИДом. То есть костный мозг, который пересадили, у того человека была эта мутация. Да. И благодаря этому он сейчас не ВИЧ-положительный в данное время. Но, к сожалению, эта операция очень опасна. И риск смертности 40% составляет. Мы, конечно, будем надеяться на то, что в скором времени это будет лечение. Но пока это не является лечением заболевания. Артем, у вас есть что-то еще рассказать? Да, я тоже могу дополнить. Вот история. Прямиком из Миссисипи. Женщина с ВИЧ-положительным статусом родила ребенка. Получается, ребенку сразу бы вскоре после рождения провели антиретровирусную терапию. Ему на данный момент около трех лет. Он здоров, нет признаков ВИЧ-инфекции. В принципе, такие случаи являются довольно редкими. То есть врачи не питают надежды на скорое излечение ВИЧ-инфекции. В настоящее время, на данный момент, ключевым фактором для лечения ВИЧ-положительных людей является раннее выявление ВИЧ-инфекции, а также своевременное проведение антиретровирусной терапии. Ребята, спасибо за ваш ответ. Елена Ивановна, ну давайте все-таки питают ли врачи надежду? И действительно ли те люди, о которых говорили ребята, были ВИЧ-инфицированными и излечились от этого страшного заболевания? Ну, действительно, они абсолютно правы. То, что они рассказывают. Вот эти данные были опубликованы в научных статьях, да, и очень широко освещены в интернет-изданиях. Несколько пациентов, вот о которых нам рассказывали, действительно, с ВИЧ-инфекцией и с лейкозом после пересадки костного мозга, с мутациями ко-рецепторов, которые участвуют в прикреплении, да, получили какой-то успех. Но, к сожалению, пересадка костного мозга, она требует снижения, ну вот, иммунитета. Мы специально, да, снижаем иммунитет, чтобы не было какой-то негативной реакции на костный мозг. Плюс угнетение иммунной системы от ВИЧ-инфекции, к сожалению, очень опасно. И действительно, все-таки, ну, большая часть пациентов после пересадки костного мозга с пациентов с ВИЧ-инфекцией погибли, да. Поэтому, конечно, панацеей этой быть не может. Что касается в дальнейшем, будет ли обнаруживаться ВИЧ-инфекция у этих пациентов, мы сказать ничего не можем. А в плане девочки, ну, действительно, эта девочка также изменила наше понимание инфекции у детей. И если раньше мы обследовали всех деток достаточно поздно, иногда даже через полгода после рождения от мам с инфекцией, то сейчас мы обследуем детей, ну, рожденных мамами, буквально в первые, там, дни жизни с тем расчетом, чтобы очень рано поставить диагноз. И если диагноз есть у ребенка, то сразу же начать лечение. И вот это раннее начало лечения, оно препятствует формированию резервуаров, латентных резервуаров в организме. Ну, и, конечно, это ведет к так называемому функциональному излечению. То есть клиника у данного ребенка, ну, не будет появляться очень быстро, да, и прогноз на дальнейшую, ну, долгую, полноценную жизнь будет значительно выше. Ну, а ребенок, как вот действительно получилось, что ребенок родился, очень рано поставили диагноз и начали лечение. Но, к сожалению, мама пропала от обследования, да, несколько лет она просто не наблюдалась. А потом ее случайно нашли, стали обследовать, и действительно вирус не был обнаружен. Но ей начали антиретровирусную терапию, к сожалению, потом все-таки вирус у девочки нашли. Но в плане прогноза, конечно, мы понимаем, что в дальнейшем, да, у девочки будет все хорошо. И я говорю, что здесь, ну, вот как раз эти исследования, вот, изменили наше отношение к деткам. Вот, значимо изменили. Спасибо большое за ваше пояснение. Ребят, для вас готов уже второй вопрос, поэтому внимание на экран. Даже отрицательный результат теста на ВИЧ еще не гарантия, что вы не заражены. У ВИЧ-инфекции есть период окна. Что означает это понятие и сколько этот период длится, это вопросы для вас. Ребят, для вас вопрос уже прозвучал, поэтому вы можете готовить на него ответ. А мы пока продолжим наш разговор. Елена Ивановна, расскажите, пожалуйста, какие стадии проходит ВИЧ-инфекция в своем развитии? И есть ли все-таки какой-то более благоприятный сценарий этой инфекции? Ну, о начальных проявлениях инфекции я уже рассказывала. То есть сначала это острая инфекция, потом достаточно длительный период, а симптомный, да, когда клиники никакой нет. Ну, когда начинает истощаться иммунная система из-за бесконечной борьбы с вирусом, ну, вначале это какие-то такие минимальные изменения в виде часто рецидивирующих острых респираторных заболеваний. Это могут быть бактериальные инфекции по типу бактериальных синуситов или отитов, кандидозные поражения, кандидозная боль в эвагениты у женщин, баланопаститы у мужчин. Ну, впоследствии, конечно, уже какие-то более грубые нарушения. Это длительная лихорадка, снижение веса, могут быть тяжелые бактериальные заболевания, пневмония, менингит бактериальный, туберкулез. Ну, а дальше могут развиваться, если в неблагоприятном сценарии, да, без начала лечения уже спидиндикаторные заболевания. Это все естественное течение без антиретровирусной терапии. Если используется антиретровирусная терапия, то, конечно же, в случае раннего начала, как я уже говорила, пациент застрахован от появления какой-либо клиники. И он будет, как вот, был бы симптомной стадией в этой стадии и оставаться. Мы сегодня много достаточно говорили о антиретровирусной терапии. Скажите, пожалуйста, насколько она эффективна, все ли ее могут применять, ну и как все-таки, почему не говорят о том, что она может вылечить на сегодняшний день от ВИЧ-инфекции? Терапия, которая используется в Беларуси, сейчас, ну, очень эффективна, она абсолютно безопасна и очень удобна в использовании. Терапия появилась, ну и широко распространилась терапия в Беларуси, ну, не очень давно, около 10 лет назад. И, конечно, она претерпевала изменения, но на данный момент все не стоит на месте, поэтому терапия, ну, практически сегодняшняя не обладает побочными эффектами. Ну, и, как я уже сказала, удобно, потому что основная схема, которая у нас используется, состоит из одной таблетки. Да, это каждый день необходимо человеку принимать одну таблетку, но и здесь есть, конечно, проблемы, потому что зачастую человек, не чувствуя какой-то симптоматики, и устает принимать терапию, да, и как бы не чувствует необходимости. Но в любом случае вот такая хорошая приверженность дает такие хорошие плоды в дальнейшем. И, конечно, на данный момент, как я уже говорила, основные все-таки благоприятные сценарии, они возможны только при использовании антиретровирусной терапии. А в плане исследований антиретровирусной терапии, ну, конечно, сейчас просто невероятно исследуется антиретровирусная терапия, но все препараты, которые мы имеем на данный момент, они все-таки просто блокируют размножение вируса и действительно позволяют нам лечить пациента, но не вылечить. Как нам вылечить пациента? К сожалению, у человека, как я уже говорила, есть латентные резервуары вируса, которые, ну, никак себя не проявляют, то есть латентные клетки. И чтобы человека излечить, надо как-то их активировать, да, чтобы терапия могла на них воздействовать. Ну, на данный момент проводятся исследования, да, и попытки все-таки активизировать эти латентные резервуары. Кроме этого, очень много исследований проходит по поводу все-таки более удобной терапии с более высокой приверженностью. И исследования проводятся по инъекционным формам антиретровирусной терапии. То есть одна инъекция на два месяца, да, с постепенным, да, вот, работой препарата, либо использованием имплантом, ежегодных имплантов тоже с постепенным, как бы, выходом антиретровирусной терапии. Поэтому все, конечно, не стоит на месте. Скорее всего, спустя небольшое количество времени все-таки мы научимся вылечивать, да. Но на данный момент все-таки мы просто лечим, но не излечим. Ну, а если говорить о самом вирусе, он мутирует, он приспосабливается к этим новым препаратам? Или все-таки он относительно стабилен, не так, как вирус гриппа? Ну, вирус ВИЧ, он самый большой мутант, поэтому он мутирует невероятно. Еще одна сложность, да, в плане лечения. Много проблем в связи с тем, что он мутирует, но современные препараты хорошо блокируют вирус, его размножение. И вот здесь вот эти неблагоприятные свойства проявляются только тогда, когда человек пьет терапию неправильно. То есть если он будет принимать не ежедневно, если он будет забывать, то, к сожалению, это ведет все к тому, что человек сам у себя развивает вот такие устойчивые штаммы. Если он будет пить правильно терапию, да, вот в то время, которое ему рекомендуется, в том объеме, которое рекомендуется, он защищен от развития вот и мутантных штаммов. ВИЧ-спид на сегодняшний день – это не только медицинская проблема, как болезнь одного человека, это еще и очень большая этическая и социальная проблема. Что здесь до конца не решено и какие есть действительно моменты? К сожалению, наши пациенты зачастую сталкиваются с социальной стигматизацией. Вот стигма, клеймо, мы с вами все зачастую как-то неблагоприятно относимся к ВИЧ-инфекции. И, конечно же, наши пациенты мало того, что чувствуют извне, да, вот такое отношение, очень часто наблюдается еще такая, так называемая самостигматизация, когда пациенту, ну, считает, что вот чтобы избежать, да, вот таких социальных проблем, лучше не обращаться и не думать о чем-то. И вот этот страх стигматизации порой больше страха, ну, вот о своем здоровье. И мы это видим, да, вот эти страхи, связанные со стигматизацией. Но уже в плане социального мы уже говорили, что эти люди в бытовых условиях абсолютно безопасны. Это правда. Но и наше население хорошо проинформировано, и Министерство здравоохранения, ну, очень активно занимается этим. Занимаются и международные организации, общественные организации, да, говорят широко и о путях передачи. И отношение населения меняется, меняется очень хорошо. И то, что было 10 лет назад и сейчас, ну, мы видим просто радикальные изменения. Но я думаю, что со временем, да, вот эти улучшения, они будут еще больше. Елена Ивановна, тут многое зависит еще от лечебных учреждений. Скажите, пожалуйста, имеют ли право врачи без согласия самого пациента говорить о этом диагнозе родственникам или другим людям? Ну, это категорично нет. Ни в коем случае медицинские работники не имеют права говорить о диагнозе без согласия пациента. Разглашение диагноза только после согласия пациента. Какие профессиональные и социальные ограничения существуют для людей ВИЧ-инфицированных? Ну, таких ограничений совсем немного. Основная масса связана со службой в рядах МЧС, Министерства обороны или МВД. Ну, и небольшие ограничения, связанные с работой с кровью. То есть это хирургические специальности. Все остальные специальности не являются противопоказанием. Елена Ивановна, я предлагаю сейчас выслушать ответ наших ребят на вопрос. Напоминаю, он был о том, что такое понятие окна, периода окна у человека инфицирована ВИЧ-спид. Кто будет отвечать? Да, я отвечу на этот вопрос. Получается, ВИЧ-инфекция есть период окна. То есть период, пока ММИ-система не выработала антитела к вирусу. То есть для лабораторной диагностики она не будет ничего показывать. Тем самым вот этот период, пока выработаются антитела, составляет от нескольких недель до полугода. Ну, в среднем месяца три. Человек считается как бы ВИЧ-отрицательным, да? Да, он считается ВИЧ-инфекциями. На самом деле он может спокойно заражать людей. Действительно ли человек в этот период может быть опасен для окружающих? Этот период наиболее опасен для окружающих, потому что человек не знает о том, что инфицирован, но количество вируса у него в крови максимальное. В дальнейшем у него никогда не будет такого количества вируса, как раз вот как в этот первый момент. При этом даже если он обследуется, действительно мы получим ложно-отрицательный ИФА. Но вот в плане опасности, да, ну это просто вот бомба для заражения. Ну, это разные методы обследования, я так понимаю, количество вируса выявить, да? А основной метод диагностики это все-таки не на количество вируса, это определение антител, да? Да, в стандарте обследования мы используем ИФА-диагностику. ИФА как раз это определение антител, либо ранних антигенов. Но в любом случае есть ограничения в плане выявлений. Конечно же, чаще всего все-таки мы имеем несколько месяцев, когда антитела не выявляются. Выделяют еще период так называемого затмения, то есть это когда и методом ПЦР мы не можем выявить вирус, но обычно это ограничивается 10 днями. То есть вот после заражения человеком еще какое-то время, да, и метод ПЦР нам не покажет результат. Но в любом случае это время такое ограниченное. Конечно, никто не хочет быть инфицирован, и особенно ВИЧ, и потом в последующем, чтобы развелся СПИД. Какие же простые правила должен соблюдать каждый человек для того, чтобы защитить максимально свое здоровье от этой страшной инфекции? Ну вот, к сожалению, простых правил здесь нет. Ну что можно отнести к профилактике, да, ВИЧ-инфекции? Конечно же, основное – это поведение пациента. Это, ну вот, нравственное воспитание, это институт брака, это супружеская верность. Конечно, это неприемлемость рискованного поведения, это неиспользование наркотиков или синтетических препаратов. Конечно, это использование презервативов, да, то есть в каких-то таких ситуациях. Ну и есть еще методы профилактики, которые, ну, не совсем получили распространение на данный момент в Беларуси, но в мире очень широко распространены, как методы профилактики – это обрезание у мужчин, потому что риск передачи у мужчин при этом значимо снижается, и прием доконтактной профилактики. Используется у пациентов, ну, не у пациентов, а у людей с высоким риском инфицирования ВИЧ-инфекции. В основном это пары, у которых один из партнеров инфицированных, ну и у мужчин, имеющих секс с мужчинами. Прием антиретровирусных препаратов, да? Да, это есть препараты. Это нафавирсодержащие препараты. И вот у мужчин, имеющих секс с мужчинами, ну, здесь приемлем прием препаратов по требованию. То есть принимают несколько препаратов до контакта, таблеток до контакта, и несколько после контакта. Это обеспечивает абсолютную защищенность от инфицирования ВИЧ-инфекции. Елена Ивановна, я благодарю вас за нашу сегодняшнюю встречу. Ребята, спасибо и вам большое. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях были врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней Гомельского медицинского университета Елена Ивановна Казарес, а также двое студентов Гомельского медицинского университета Анастасия Клюкович и Артем Гайдаш. Спасибо и до новых встреч. Николай Иванович Пирогов, великий русский хирург и анатом, основоположник военно-полевой хирургии, еще в XIX веке утверждал, будущее принадлежит медицине предохранительной. Эта наука, идя рука об руку с лечебной, принесет несомненную пользу человечества. Но пока даже лечебная медицина не может предупредить развитие болезней. Поэтому берегите себя, не болейте, а если заболели, то обязательно обращайтесь к врачам. И до новых встреч в программе «Тело человека». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин